Сильнейшие единоборцы Центральной России в минувшие выходные съехались в Кострому. В областной столице прошел престижный турнир. Чемпионат и первенство ЦФО по Тэквондо ИТФ. Для спортсменов соревнования стали главным этапом подготовки к победе на крупнейших всероссийских и международных состязаниях. А для организаторов проверкой готовности к проведению чемпионата и первенства страны, которые могут пройти в нашем регионе уже в следующем году. Чемпионат и первенство ЦФО по Тэквондо ИТФ прошел в нашем регионе уже второй год подряд. Эти соревнования являются главным этапом подготовки спортсменов Центральной России к турнирам не только страны, но и Европы и мира. Состязания открытые, и поэтому в них приняли участие единоборцы из других федеральных округов. Востеприимство, которое мы как всегда на высоте, это высший балл. Сустав участников хотелось бы, конечно, больше, более многочисленный, но несмотря на небольшую многочисленность в этом году, достаточно сильный. Хочется пожелать турниру развиваться, чтобы еще больше регионов приезжало. Организация замечательная. В этом году оспаривать титул победителя в Кострому приехали около 300 единоборцев. Они представляли сильнейшие клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, Владимирской и Московской областей. Главной ударной силой сборной нашего региона стал Илья Молодкин, неоднократный призер и победитель первенств страны, чемпион Европы 2011 года, второй номер в рейтинге российских тэквондистов. Прежде всего это опыт и развитие. А мне это, ну прежде всего, то есть как проверка себя перед первенством Европы, которая будет в Словении. У нас постоянный результат, у нас постоянно люди отбираются на первенство России, на первенство Европы, на первенство мира. Вот сейчас Анна Круглова приедет на первенство мира. И каждый год у нас кто-то доедет на Европу, на мир. В итоге Илья выиграл на турнире все свои поединки и стал чемпионом соревнований. В общекомандном зачете Костромская область завоевала первое место, опередив сборные Владимира и Санкт-Петербурга. Всего в активе наших единоборцев 26 золотых медалей. На самом деле соперники в этом году подготовились намного серьезнее, приехали более сильным составом. То есть я считаю, что прошлый год приезжали в разведку, в этот год уже приехали побеждать. В будущем году областная федерация намерена сделать еще один шаг для популяризации этого вида спорта в нашем регионе. В Волгореченске планируется провести более масштабный всероссийский турнир – чемпионаты первенства страны по тэквондо и ТФ.